На прошлой неделе разговаривал замглав врача поликлиники. Она сказала, что в Лануде два случая кори, в Чите 8. Что это? Вымысел или факт? За ответом мы отправились в инфекционную больницу, куда поступают люди с таким диагнозом. На настоящее время в нашей больнице пациентов с корью нет. Да, был действительно один пациент, молодой человек, из другого региона, из Байкальского края, который здесь был в гостях. Он уже выписан. На фоне проведенного лечения состояние пациента стало удовлетворительным. Он выписан здоровым, без всяких последствий и осложнений. Также нам пояснилось, что госпитализирована девушка со схожими симптомами. Но диагноз корь пока не подтвержден. Можно ли говорить о вспышке, когда на весь город полтора заболевших? Главное, как утверждают врачи, чтобы не подцепить такую заразу, необходима профилактика. Единственный эффективный метод профилактики кори, как для детей, так и для взрослых – прививка. Этот дедовский способ до сих пор спасает жизни. И, надо сказать, процедура занимает совсем немного времени, ну и почти безболезненно. А делают ли прививки горожане? С этим вопросом мы обратились к молодым родителям. Все прививки по графику ставили. Это, во-первых, всегда проставлялось. Это так надо. И нам так надо. Обезопасить от страшных болезней, которые когда-то были неизлечимы. Все опрошенные как один утверждали, что прививки в их жизни – обязательный элемент. Говорит об этом и статистика. В республике за 15 лет зафиксировано всего 5 случаев заболевания. Тем временем по стране совсем другие данные. И не столь радужные. За первые 6 месяцев этого года корию переболели порядка тысячи россиян. Алексей Петров, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.